Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодняшнюю передачу я хочу посвятить, конечно, нашему урожаю. Обычно говорят в народе, если яблочный спас наступил, значит в пороге у нас стоит осень. Ну и вот мы будем подводить первые итоги, конечно, завершения нашего сезона. И я хотела бы поблагодарить вас именно за замечательные вопросы. Вместе с вами мы и радовались, вместе с вами и переживали за какие-то неприятные болезни наших растений. Но, в принципе, урожай получился в этом году. Год непростой, но все остались довольны своим урожаем. С каждым годом на наших плантациях выращивается все больше и больше интересных растений. И вот, конечно же, люди, которые делятся новинками. Это спасибо огромное Ларисе Гундарь, которая поделилась своим острым перцем, красавцем. Спасибо, конечно, Сергею Ивановичу, который поделился своими новинками, итальянскими семенами, которые прекрасные перцы выросли. И, конечно же, многим-многим другим. Если бы не было вас, наверное, не было бы этой передачи. Спасибо, конечно, тем молодым людям, которые начали выращивать свой первый урожай, которые делали свои первые грядки. И которые потом радовались и благодарили. Конечно, что-то не получилось. Конечно, что-то получилось. И когда их встречаешь, и когда эти искорки горят в этих глазах, что это интересно, что это действительно нам надо, то, конечно, ощущаешь себя совсем по-другому. И вот сегодня я хотела бы поделиться еще некоторыми новинками, рассказать о новинках сортовых именно. Вот из 40 новых перцев, изучающих, в моем ассортименте появились, конечно, 6 очень прекрасных сортов, которые я буду далее производить, и на которые бы я хотела обратить внимание. Значит, в первую очередь, это, конечно, шоколадные. Никогда у меня коричневого перца не было, чтобы именно из своих семян, а не из каких-то гибридов, получались шоколадные перцы. Да, действительно выросли. И выросли они очень замечательные. То есть, скажем, по весу до 300 грамм перец, конечно, заслуживает это уважение. Почему? Потому что он низкорослый. И, конечно, плоды для этого кустика очень мощные. Ну и, конечно же, итальянские. Хочу поделиться с вами, значит, итальянский. У меня желтый был перец и итальянский красный. Ну, красный, к сожалению, законсервирован. Вот. Ну, а желтый я хотела бы показать. Он такой интересный. Он разных размеров, разных окрасок. То есть, и в крапинку, и в полосочку. И перец, конечно, очень вкусный. Единственный недостаток, наверное, это то, что я вовремя их не укараулила. И они мне разломали просто от этого веса кусты. Вот. Это единственный недостаток. Почему? Потому что на кустиках кусты растут где-то метр, даже метр двадцать. Но они очень мощные плоды. До 18 плодов. И плоды, конечно, все тяжелые. То есть, толстостенные и тяжелые. С этих перцев, конечно, даже не знаю, как взять семена. Естественно, я положила на сохранение, чтобы семена взять из вызревших. Но у них окраска у всех совершенно разная. Поэтому не знаю, как у меня получится это произведение в следующем году. Я обязательно с вами поделюсь. Ну, а красные, конечно, итальянцы. Это очень шикарные плоды. Огромные. Один у меня весил больше 980 грамм. То есть, практически килограмм. И перец гигант этот, конечно, я тоже обязательно потом покажу, как он растет. Но, что я хотела сказать. Вот красный все-таки, там плодов меньше. Но там еще больше плоды. Вот эти сорта, конечно, названия путаются. Многие теряют, скажем так, название сорта. Вот идешь по рынку, спрашиваешь, чеснок, какой это сорт? Все говорят, ну как какой? Наш белорусский. А ведь не представляют, сколько сортов есть именно у чеснока. И поэтому вот желательно, чтобы вы запоминали сорт, который приобретаете. Потому что многие сорта теряются. Именно заслуженные. Вот, допустим, в этом году я 10 лет не выращивала морковные томаты. Опять достали эти семена, скажем так. И действительно, ну, томаты, которые заслуживают уважения. Кустик растет 30-40 сантиметров. А вес впечатляющий урожай. То есть помидоры все большие, вот средние, большие. То есть для консервации замечательные. Не поражаются фитофторы. Единственное, тоже надо подпорки под урожай. Потому что плоды тяжелые, а кустики совсем маленькие. Морковные называют, почему? Потому что у них практически нет листвы. У них точно такая же листва, как и у моркви. Поэтому их называют морковные. Также незаслуженно забытый сорт, очень старый, сенсей. Он рос у меня и в открытом грунте. Он рос у меня и в тепличных условиях. Он каждый год с урожаем. Причем урожай шикарных вкусных плодов. Красивых достаточно. И практически все одинаковые. То есть на протяжении завязываемости, вот в 5 этажей, как я называю, цветения, у него все одинаковые плоды. Поэтому сорт тоже, конечно, очень хороший. И помидорки эти ранние, очень вкусные, мясистые. Из новых сортов. Что же у нас из новых сортов? Конечно же, я хотела бы, вот все спрашивают, вы наконец-то вырастили Львову Путина? Да, я его вырастила. Плоды тоже красивые. Плоды замечательные получаются, видите. Они тоже мясистые, сока в них мало. В них мало и семян. Но кусты тоже. Единственный недостаток, он растет очень высокий. То есть больше 2 метров. Поэтому его, в принципе, я его укладывала в теплицах, чтобы он не касался пленки. Но плоды замечательные. В принципе, сорт тоже очень хороший. Очень интересный сорт в этом году выращивала сумасшедшая черри. Мы обязательно, когда еще будем в теплице, я покажу этот томат. Дело в том, что там просто такие грозди, что просто не видно даже самого этого ни листвы, ни стволов. Это тоже сорт, который можно закатывать целиком. В баночках очень хороши. Они красивые. Эти черри с носиком, они очень красивые. В баночках. Они для детского питания, они незаменимы. Почему? Потому что они совершенно сладкие. Точно так же, как и в прошлом году, было очень много разноцветных томатов. Ну и что я хочу сказать. Конечно, в этом году было очень много влаги. И именно томаты, которые у нас такие, я их неженки называю, допустим, вот, как изумрудное яблоко, какие-то вот зеленые сорта, они в основном все трескались. То есть, их повреждала вот именно вода. Почему? Потому что у них шкурка очень нежная, тоненькая. И именно это касается салатных, конечно, сортов. Но из таких салатов, как черри, допустим, очень хороши были гроздевые, которые вот именно гроздьями, большими гроздьями. Грозди очень большие у них были, ветвистые. И практически все одинаковые вот помидорки. Очень плотные, очень хорошие. Тоже для консервации, конечно, этот томат был, тоже заслуживает уважения. И из больших крупноплодных, очень красивый томат в этом году был мохнатый кабан. К сожалению, он у меня тоже ушел на семена. И, в принципе, мы лакомились этими плодами. Очень красиво. Почему мохнатый? Он очень похож на абрикос. Но абрикосы обычно приобретают такой малиновый, ярко-малиновый цвет. И они тоже опушенные сами плодики. Они получаются как абрикосики. А этот, он еще и полосатый. То есть, он красный в золотистую полоску. Очень красивый, опушенный такой томат. Тоже заслуживает уважения. Значит, что же касается еще перцев. В открытом грунте, как всегда, первое место и лидерство занимает, это, конечно, японец. Японский гигант, который растут, кусты полностью увешаны плодами. Они тоже мясистые. Вот если его разрезать, его толщина стенки составляет до 7 миллиметров. То есть, это, в принципе, очень вкусный, толстостенный. Но они больше похожи, видно, на острый перчик. Но я что хочу сказать. Очень вкусный. У него такой пряный, яркий аромат, что этот перец, конечно, заслуживает уважения. То же самое, что и колобки. Колобки растут в любую нашу непогоду, в любую нашу погоду. И красный, и желтый, вот золотой юбилей. То есть, эти сорта, они действительно всегда нагружены до предела. И выносят вот наши капризные условия. Что же касается крупноплодных перчиков, то, конечно, здесь нужна забота. Обязательно надо контролировать вот именно количество плодов. Обязательно надо, конечно, кустики наши опустошать. Почему? Потому что цветение массовое, цветение большое. Завязываемость высокая. И поэтому сил много теряется именно на лишнее, я считаю. Поэтому с этими перцами, конечно, работать надо. Конусовидные перцы тоже каждый год выращиваются у меня. Они очень неприхотливые. И если их разрезать, то здесь уже толщина стенки получается практически сантиметр. То есть, очень тяжелые. Они хоть и маленькие, но очень тяжелые. Очень мясистые. У них тоже очень мало семян. Но перец очень хорош с чем? Во-первых, его очень хорошо заготавливать. Обычно такие перцы, которые толстостенные, которых у меня много, я обычно их запекаю. Их просто надо на большом огне запечь на решетке в духовке. И складирую всегда в какие-то баночки и замораживаю. И он сохраняется у меня на протяжении всей зимы. И лакомиться можно этими перцами. Можно даже делать целиковые. То есть, когда вы их печете, они, естественно, пускают сок. И они получаются плоские. Их складирую. Можно даже, если хотите, делать даже коробочки. И просто для фаршировки перцы замечательные. Вот это немножко о наших плодах. Еще у нас будут передачи. И мы, конечно, будем возвращаться еще к нашим сортам. Многое все не ухватишь. О многом не расскажешь в одну передачу. И я, конечно, хотела бы попросить. Если есть такая возможность. И у кого-то есть интересные новинки. Кто-то, конечно, может поделиться с семенами. Звоните. Я всегда буду рада. Почему? Потому что, конечно, надо делиться. Чтобы человек не зря работал на наших грядках. Чтобы посадили кустик. И знали, что вы останетесь, конечно, с урожаем. И вот, допустим, каждый год из изучающих сортов томатов в коллекцию ко мне идут только единицы. Поэтому у меня, конечно, помидоры, которые невкусные. Или, скажем так, не заслуживают своего внимания по урожайности. Они у меня все всегда отсортировываются. Обычно я многие уже помидоры даже знаю в лицо. То есть, если я посмотрю даже на рынке, я уже могу знать, какой это сорт. Вот. Что же касается ваших вопросов по поводу консервации. Очень интересный вопрос звучал. Значит, все время оставлю помидоры и огурцы. Но почему-то они у меня получаются горькими. Вроде бы как и огурцы не могут быть горькие, и помидорчики не могут быть горькие. Но получаются они вкусные в консервации и горькие. Я вам хочу сегодня рассказать только о классическом маринаде, который использую всегда. То есть, это обычный маринад. Вот огурцы закатываю. Вот помидорчики всегда с этим маринадом. То есть, и помидоры, и огурцы стоят очень хорошо. Огурцы получаются хрустящие, помидоры получаются вкусные. Рассол всегда выпивается. Значит, из расчета просто на литр. Всегда просто запомните, что на литр кладется столовая ложка соли без горки. Есть столовые ложки тоже разные. Многие, конечно, берут десертные ложки. Или там обычная столовая ложка, которая имеет 25 грамм соли. Вот, ее без горочки, чтобы она наравне была. На литр соли этой достаточно. И, конечно, в два раза больше всегда надо сахара. То есть, если вы столовую ложку соли кладете, значит, на литр две столовые ложки сахара. И, конечно, кто заменяет уксус. Значит, уксус мы уже многие консервируем так, особенно если это для детей. Мы пользуемся лимонной кислотой. Значит, тоже запомните, что на литр обычно льется столовая ложечка уксуса. Тогда маринад получается очень вкусный, нежный. И, скажем так, очень хорошо стоят ваши консервации. Ну, а если заменить лимонной кислотой, то там надо всего лишь 5 грамм лимонной кислоты. И вы замените свой уксус. Что же касается, как говорят, листьев. Вот я не люблю там листья, кто-то даже дубовые листья кладет. Я хочу сказать одно. Листочки надо ложить, они получаются ароматные. То есть, допустим, смородиновый листок, он дает аромат. Скажем так, вишневый листочек, точно так же, как и лист хрена, они, конечно, дают вот эту хрустящесть. Они сохраняют именно огурцы хрустящими в этих банках. Поэтому желательно всегда листочки добавлять. Обычно я это делаю внизу. То есть, листочки укладываю, потом укладываю огурчики. И, конечно, два раза заливаю. То есть, первый раз огурчики стоят, допустим, 10-15 минут. В кипяточек сливаю и делаю маринад. А уксус я добавляю уже в баночку, перед тем, как маринад заливаю. То есть, столовая ложка уксуса. И сверху маринадиком заливаю. Это классический маринад, который подходит практически и для помидор, и, скажем так, для огурчиков. Конечно, помидоры многие путают. Вот, допустим, помидоры, если вы целиковые, допустим, собираете в банк. Вот смотрите, их здесь в банке сколько у нас получается? Ну, они есть у нас и средние, и меньше. Их мало. А если люди ставят половинками, если этот помидор разрезать, потому что есть вот плотные помидоры, которые, их можно ножом резать, и они не разваливаются. Вот эти половиночки складируют. Представляете, сколько здесь получается помидор? Вот здесь уже немножко ошибаются. И я хочу сказать, вот именно для тех, кто ставит половинками помидорчики, есть тоже хороший очень маринад. Допустим, на 3 литра воды вы берете 3 столовые ложки соли, и здесь уже немножко больше сахара. Почему? Потому что у вас много помидор. Поэтому здесь добавляете 7-8 столовых ложек сахара. И обязательно на 3 литра вот этого маринада, здесь уже идет больше уксуса. То есть стакан уксуса. Почему? Потому что помидор у вас сюда вмещается, в банку, уже гораздо больше. Вот это самое основное, которое должны запомнить в консервации. Мы с вами будем периодически возвращаться к нашим рецептам. Я буду рассказывать, как сделать вкусную аджику, буду рассказывать, как сделать наши салаты, чтобы все наши овощи заслуженно пошли в пищу, чтобы мы ничего не выбрасывали, а именно лакомились и вспоминали вот это жаркое наше, немножко капризное лето. Ну а на сегодня все. До свидания. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok